Я хотел нам предложить один текст Писания, он записан в послании Кефсянам, 4 глава, я буду читать сначала. Апостол Павел пишет верующим в городе Ефесе. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, старая сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Знаете, если читать послание целиком, Ефесянам здесь 6 глав, то первые 3 главы говорят о положении верующего человека. То есть апостол напоминает, это очень полезно, кто вы были и кем вы стали. Помните, мертвые стали живыми, очуждены были, а теперь свои Богу. То есть это очень важно, братья и сестры, вот это напоминание, вот положение. Апостол Павел говорит, я умоляю вас. Вот теперь сначала вы должны уразуметь, вы должны понять превосходящее разумение, любовь к Христову. Кто вы были и кем вы стали. Вы знаете, когда мы помним, помните ангелу Ефесянской церкви, да, вспомни откуда ты не спал и покайся. Это смиряет. Когда мы помним вот то болото, из которого нас вытащили, да, и теперь кем мы стали. Мы так быстро привыкаем к хорошему, правда же, да. Говорят, вы верите, братья и сестры, что вы дети Божии? Да, верим. А по телу дрожь не идет? Знаете, мы как-то привыкаем, да. Но кем мы были? Мы же вообще были враги по расположению к Богу. Мы были очуждены, мы были никто. Грешники, жалкие, несчастные. А теперь во Христе Иисусе мы дети Божии. Мы с вами дети Божии. И мне так хотелось, чтобы мы с вами это как-то особо проникнулись этой мыслью, да, которая, ну, не может не вызвать благодарность в сердце. Вот как бы, знаете, надо какое-то серое такое христианство, да, и вот вроде бы куда-то исчезает этот восторг, кто мы есть во Христе Иисусе. Это высокое положение. Как-то у меня было побуждение поговорить с одним православным священником в Карагандее. Там часто проезжал мимо. И там был когда-то на втором руднике такой улович Алексей Вячеславич, уже старец, служитель православной церкви. Я еще с одним братом заехал. И говорю, я тоже служитель. Сказал, откуда, что? Я говорю, можно с вами пообщаться? Он меня пригласил домой. Мы сидели, пили чай за столом с ним, да. И общались хорошо. И вот он мне все хотел как-то, знаете, ну, тоже свое что-то такое навязать. И он говорит, там мне, говорит, за посредников. За посредников. И он мне говорит, ну, это же так важно. Вот представьте себе, говорит, это же, вот посредничество нужно, да. И он говорит, как раз это была эпоха Горбачева. И он говорит, представьте себе, что вы хотите попасть в Горбачеву. Вы же никогда не попадете. А теперь представьте себе, что там в его окружении есть человек, это ваш родственник ближайший. Поговорите с Михаилом Сергеевичем, да. И вам будет встреча. Я говорю, это неплохо. А теперь представьте себе, я сын Горбачева, говорю. Он говорит, как? Я говорю, ну, вот я прочитал Библию. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, в третьей голове, смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Я говорю, вот через Иисуса Христа я стал сыном Отцу Небесному. Представьте себе, если я говорю, сын Горбачева, зачем мне нужен этот министр, родственник? Я позвоню, скажу, папа, голова болит. И он оставит политбюро и выйдет, и будет со мной общаться, погладит меня по головке, прижмет меня к себе. Я говорю, в кровать залезу, я обниму его, и мы будем... Это мой отец. А теперь представьте себе, Бог, мой отец. Вы знаете, он прям прослезился и говорит, это лучше. Это лучше. И когда в конце я говорю, ну давайте, вот смотрите, вы же тоже служители, давайте помолимся. Он говорит, помолитесь за меня, пожалуйста. Я хотел бы быть тоже в этом положении. Вот называться, это одно дело. Но быть, братья и сестры, давайте вникнем в это, да? Вот это положение, да? Мы с вами дети Божьи. Он и сыновил нас в себе. Помните, есть история, она описывается в Ветхом Завете, когда Давид встал на царство, и он решил, так ему Бог положил на сердце, да? Он решил оказать милость ради Энофана. Вот кто-нибудь из дома Саулова, если остался, он говорит, не остался ли кто еще из дома Саулова? Мы читаем об этом, вторая книга царь, девятая глава сначала. Он говорит, я оказал бы ему милость ради Энофана. И вот в доме Саула был раб по имени Сивы, его позвали к Давиду, и он говорит, да, вот есть сын Энофана. Ну, правда, хромой ногами. Энофан, Мимфифосфей. Он говорит, позовите его. Вы знаете, я себе представляю, когда к Мимфифосфею пришли слуги Давидова и сказали, царь зовет. Он знал, сколько зла делал дом отца, дом дедушки, скажем его, да? Он знал это очень хорошо. И он боялся. Можно в этом не сомневаться, потому что, когда его привели к Давиду, Давид увидел его, да, хромой, немощный человек. И как он там дрожал, он сказал, не бойся. Он боялся. Он говорит, я окажу тебе милость. Ради отца моего, ради отца твоего, Энофана. И он говорит, ты будешь сидеть за царским столом, как один из сыновей царя. А Мимфифосфей, он же растерялся. Кто такой, кто я такой? Вот такой презренный. И столько он ожидал, может быть, ему там голову снесут сейчас. Кто его знает, что. И, может, это было бы и справедливо, да? Но ему оказана милость. Братья и сестры, вот это высокое положение, в котором мы с вами находимся, мы с вами сыны и дочери отца небесного. И это ради небесного, Энофана. Ради Иисуса Христа. Нам оказана милость. Вот когда мы пришли со своими грехами, да, и мы с вами сидим за царским столом. Братья и сестры. И святой и праведный Бог – это наш Отец с вами. Я не знаю, что сейчас происходит в вашем сердце, но я молюсь о том, чтобы Дух Святой побудил нас к особому поклонению и к особой благодарности. Мы прощенные люди. Я не забуду, как-то мне один брат с Прибалтики рассказал историю. Это был Янис Эльмарович Тервиц, он уже в вечности. И он говорит, что во время войны, говорит, он потерял родителей своих, он был круглый сиротан, они там с мальчишками такими же, как он, побирались там из деревни в деревню, все разорено, сожжено. И вот там была одна женщина, верующая христианка. Она собрала много детишек таких, и среди них и он оказался. И она, говорит, делилась последней крошкой хлеба. Она вытянула нас буквально, да. И когда кончились вот эти страшные годы, и кончилась война, и вот куда нас девать, говорит, да. И она решила, говорит, нас усыновить, удочерить. Я не помню, сколько там было таких деток, да, но он там был. А процедура суда была такая, говорит, суд, вот судья сидит, вот стояла вот эта женщина, и там я тоже стоял, и другие ребятишки тоже. И судья спрашивает, Янис, его Янис Эльмарович, хочешь ли ты, чтобы эта женщина стала твоей матерью? Я сказал, да. Тогда он обратился к этой женщине, говорит, готовы ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном? Говорит, то, что она ответила, я не забуду никогда. Она посмотрела в глаза судей и сказала, а это есть мой сын? Он говорит, подождите, я что-то ничего не пойму, судья говорит. Это ваш сын, или вы хотите его усыновить? Он опять смотрел там документы и все. Нет, это не ее сын. Он говорит, я повторяю вопрос. Вы должны ответить, готовы ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном? И она посмотрела в глаза судьи и сказала, это есть мой сын. И знаете, он как-то проповедовал на этот текст, чтобы нам называться, Янис Эльмарович Тервис, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Братья и сестры, мы не только называемся, мы есть по сути дети Божьи. Мы с вами дети Божьи. Это высокое положение. Сегодня люди, знаете, они, допустим, там есть статьи разные, и там интересно людям, как ведут себя дети знаменитости и так далее, и так далее, да. Что и как. Я помню, в советское время как-то в одном журнале была одна статья, но как критика такая была. Сын одного председателя горисполкома. Горисполкома, сейчас у нас Акимы, а тогда были председатель горисполкома. Он пришел в институт сдавать экзамены. И сидит приемная комиссия там, да, и он, видно, в другом городе, или они не знали. И вот он вытягивает билет, они ему говорят, отвечай. И он говорит, для начала я расскажу свою автобиографию, говорят. Отец у меня председатель горисполкома. Мама и вся комиссия. Достаточно, достаточно. Все, сдал. Но, братья и сестры, здесь совсем другая суть и содержание. Жалкий грешник становится детем Божиим. Апостол Павел говорит, когда он это уразумел, он говорит, я преклоняю колени мои пред Господом. Я усмиряю и порабощаю тело мое. Он говорит, я первый из грешников. И теперь спасенный человек. И обращаясь к верующим людям, первые три главы, послание к Ефесянам, хорошо бы их перечитывать чаще нам, верующим людям, говорят о высоком положении верующего человека. И потом другие три главы он пишет о том, что достойно этого высокого положения. Как должны жить люди, которые имеют это высокое положение. И вот об этом наш текст. Об этом наш текст. Мы с вами сыны и дочери Отца Небесного. Как должны вести себя, жить и поступать, чтобы соответствовать этому высокому званию. И об этом говорит нам Писание. Как должны жить и поступать дети Божии. Был случай, когда Давид победил Голиафа. Помните? Это было удивительно. Саул не ожидал этого. Саул не ожидал этого, да? Что это произойдет. И я думаю, это было настолько удивительно. Это было настолько большое чудо, да? Что когда возвратились сыны Израиля из погони, мы читаем в 17 главе 1 книга царств. И Давид взял голову филистимлянина, отнес в Иерусалим и оружие его положил в шатре своем. И написано дальше. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, Авенир! Чей сын этот юноша? И он говорит, я не знаю. Так спроси! Саул? Он и раньше видел Давида. Давид ему играл, уже на свирели. И тогда это его не интересовало. Но когда он увидел этот подвиг, увидел жизнь Давида и увидел, что он соответствовал чему-то высокому, особому статусу положения, ему теперь было важно, кто же отец этого молодого человека? Кто отец? Он говорит, это сын раба твоего Иесея. И представьте себе, как теперь Иесея в глазах Саула. Мне рассказывал как-то брат Яков Кузьмич Духонченко, он был старшим предсвитером по Украине. И говорит, у них на Украине был такой случай, в одной области был очень известный служитель, хороший служитель. По области его там многие знали. И как-то его сын на машине сделал нарушение какое-то. Грубое нарушение там, да. И как раз рейд был, много инспекции было там, да. Его остановили. Один инспектор подошел, говорит, ваши документы, и все смотрит. Ну, скажет фамилия там, скажем, ну, на примере Кандаурова скажу. Кандауров. Кандауров? Подожди, говорит, а отец вы кто? Это твой отец, говорит? Вот, он говорит, мой. Это твой отец, говорит? Он говорит, да. Он позвал там начальника, который там был. И говорит, слушай, говорит, вот это сын вот этого Кандаурова, говорит, но он нарушил правила. Он говорит, не может быть. Он говорит, да. Это твой отец, начальник этот, говорит, да. Он говорит, отвел его в сторону. И говорит, что ты сделал? Он говорит, нарушил правила. Он говорит, нет. Что ты сделал? Он не знал, что ответить. Он говорит, ты сын служителя, это твой статус, это твое положение, что ты сделал. И он потом, этот человек, сын этого служителя, говорит, если бы он мне тогда еще дырки кололи в правах, может быть, братья постарше знают, да, если бы он мне, говорит, сделал две дырки, это было бы, может быть, легче, чем вот то, что он мне сказал, говорит. Он не поступал достойно этого звания. Апостол Павел, обращаясь к верующим людям, говорит, если у вас есть это осознание, кто вы есть, вот это положение, высокое положение, тогда умоляю вас, поступайте достойно звания. Поступайте достойно, вы сыны и дочери Отца Небесного. Как-то один служитель с Минонитского братства, очень хороший брат, такой Герцен Андрей Петрович, рассказал мне такой случай. Он был в Караганде, в одной общине, при свитером, говорит, как-то они оказались в Алмате, и их там решили показать им, там, горы, и повезли их там на автобусе, там, и подняли на площадку, там, недалеко от высокогорного катка Медео, и там надо было по ступенькам подняться еще немножко, там, ну, поднялись, ну, не совсем немножко, но экскурсовод говорит, товарищи, мы находимся на такой-то, такой-то высоте, я, к сожалению, не помню эту высоту, но очень много сказал, скажем, там, тысячи или сколько там метров. Люди говорят, да не может быть, вы что? Вы знаете, на какой высоте находится Чемкент? На какой высоте? Вот я живу в Саране, я нахожусь на высоте 200 сантиметров, мы живем. На 2 уровня моря. И когда люди стали спорить, она говорит, товарищи, да мерить надо не с автобусной стоянки, где вы поднялись, неужели вы, говорит, не понимаете, что мы мерим от уровня моря, от уровня моря. И знаете, он потом очень интересную иллюстрацию взял этот служитель, он говорит, вот мы привыкаем, что мы вроде верующие люди, но мы должны мерить из глубины того рва, откуда нас Господь вытащил. И вот когда мы с глубины этого рва, из этого тенистого болота мерим, мы понимаем, какой высокий статус, какое положение. И тогда мы, как тот мытарь, Боже, будь милостив ко мне, да? Я не достоин быть за царским столом, говорит Мимфифосвей. Он говорит, ты будешь сидеть за царским столом, и я оказываю тебе милость, нам оказана величайшая милость. Цена заплачена. Это смерть Сына Божьего. Братья и сестры, и само положение, и вот эта цена, которая заплачена, она должна мотивировать нас жить. Достойно этого высокого положения. Иисус много об этом проповедовал, а ученики много об этом говорили. Живите достойно звания. Поступайте достойно этого положения. Вы свет этому миру. Не сказите образ Иисуса. К этому нас призывает Священное Писание. Мы должны во всем, так учит Писание, показать в себе образец добрых дел. Павел писал об этом. Титу Тимофею писал об этом. Это пастырские послания, да? Знаете, давайте немножко порассуждаем. Давайте посмотрим, вот что же Павел здесь пишет верующим людям в Ефесе. Он говорит, что достойно звания верующего человека. Скажите, это нормально, когда верующий человек живет в гордыне? Вот сердце нашего Господа, какое было сердце? Смиренное. Помните, он говорил, придите ко мне и научитесь от меня. Я, говорит, кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Почему у многих нет этого покоя? И они искажают образ Иисуса, когда живут в гордости. Бог гордым людям противится, написано. А смиренным дает благодать. Написано, что со всяким смиренным, мудрым и кротостью. Вот что достойно высокого положения Дитя Божие. Дитя Божие, это ожидание. Павел говорит, я умоляю вас, говорит. Это правильно. Вот так Дух Святой учит. Поступайте достойно этого звания. Со всяким смиренным, мудрым и кротостью. Смирением. Вы знаете, мир не понимает этого. Я помню, когда я учился в школе, какое-то произведение, надо было написать сочинение, там, герой этого произведения, да. Положительное качество. Положительное качество. Есть чувство достоинства. Есть гордость этого человека. Библия совсем по-другому учит нас. Братья и сестры, это качество, которое нужно всегда достигать. Но мы никогда не должны утверждать, что мы уже смиренные. Потому что в тот момент, когда мы будем считать, что мы достаточно смиренные, мы уже гордые. Некоторые люди гордятся тем, что они не горды. И это тоже страшно. Мы должны к этому постоянно. Написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого, как выше себя. Выше себя. Бог призывает нас к смирению. Вот это достойно сынам и дочерям Отца Небесного. И мы находимся сегодня на собрании. Мы должны дать простор Духу Святому в нашем сердце. Мы должны позволить Ему показать наше сердце. Мы должны об этом молиться. Господи, покажи мне мое сердце. Смирен ли я? Этому можно научиться в школе Иисуса. Придите ко мне и научитесь от меня, говорит Иисус. И тогда у вас будет покой в сердце. Вы знаете, откуда появляются конфликты? Вдруг ни с того ни с сего сыны и дочери Отца Небесного начинают ссориться. Это достойно верующим? Нет, конечно. Мы понимаем, что в основе всех конфликтов лежит гордость. В основе мирных отношений лежит смирение. Мы должны проверять свое сердце. Мы должны проверять свое сердце. И это очень-очень важно. Я помню, как-то один брат рассказал такой случай, говорит, это, знаете, очень тонко все так завулировано может быть. Но, говорит, в одной церкви праздновали праздник Пасхи. Там хористы готовились, там спевки дополнительные, все так. Ну, действительно, и там была одна семья, одна сестра, ее дочь молодая, она тоже пела в этом хоре. Ну, хор пел хорошо. Праздничное собрание прошло хорошо. И после это детка, сестра молодая, маму спрашивает, мама, ну, как я пела? Она говорит, ну, вообще-то хор же пел. Она говорит, нет, и я пела, хор подпевал. Как вы думаете, Господь должен реагировать на такие заявления? Бог гордым людям противится. Это недостойно этого высокого звания. И наш текст говорит, со всяким смиренно-мудрем поступайте достойно звания. И кротости, и долготерпением. Кротость, что это такое? Вы знаете, смирение, оно производит нас кротость. Кротость – это плод духа. Это не злобивость. Это сердце нашего учителя. Он был смирен и кроток. Он был смирен и кроток. Об этом говорит Священное Писание. И он говорит, научитесь от меня. Апостол Павел, вернее, Петр говорит, что есть красиво пред Господа. Помните, когда он там о сестрах пишет, он говорит, что сокровенный сердце человек в нетленной красоте. Какая красота? Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Нетленная красота – это кроткий дух. И я думаю, что это не только для сестер. Это и для братьев тоже. В равной же мере. Мы должны проверять свое сердце. Я знал, в одной церкви у них там был один брат, но такой, знаете, с полоборота, как говорят, заводился. Что-то не так. Он сразу вспыхивал. Он грубил. Он шумел и так далее. И когда ему делали замечание, он говорит, зато не лицемер, говорит. Вот какой есть, такой есть. И ему братья говорят, слушай, ну нам от этого не легче, что ты в этом отношении не лицемер. Мы все страдаем от этого, да? Ты создаешь проблему в церкви. Это не достойно звания христианина. Что достойно в этом высоком положении? Кротость. Незлобивость. Это дух Божий. Это плод Духа. Кротость. Долготерпение. Вы знаете, это то, о чем, я думаю, мы должны особенно молиться. И часто мы откровенно высказываемся, говорим, все, мое терпение кончилось. Один брат у нас как-то служитель был, когда терпение кончилось, переходи на долготерпение. У некоторых очень короткое терпение. Переключайся на долготерпение, да? Конечно, нету такого тумблера, но мы должны об этом молиться, братья и сестры. Имя Господа в бесславии, когда дети Его не имеют терпения. когда мы не проявляем терпения в обращении с людьми, когда мы неправильно реагируем даже на нападки людей, которые где-то оговорили нас, да, или еще что-то, мы должны проявлять терпение. Долготерпение – это дух, который отказывается мстить. Он принимает решение не делать этого, потому что ты христианин. Это несвойственно, это не должно быть верующим человеке. И он говорит об этом апостол Павел, он это откровение от Бога получил. Поступать достойно этого положения – это смирение, смиренно мудрие, это кротость, это долготерпение, это снисхождение, снисходя друг ко другу любовью. Это очень ценно. Помните, Петр пишет в своем первом послании, в 4 главе, 8 стих, «Более же всего имейте не просто любовь, усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Это не просто учтивость, когда все кипит внутри. Нет, это любить. Это внутри. Это суть, это содержание. Это достойно. И Господь этого ожидает от нас. Братья и сестры, мы сами никогда с этим не справимся. Мы должны об этом молиться. Мы знаем, какими нас хочет Господь видеть. И Он говорит, чтобы мы старались. Он говорит, вы члены одного тела. Я объединил вас в себе самом. И нам даже не надо об этом молиться. Мы должны стараться сохранить это единство. Старая сохранить единство Духа в союзе мира. И это важно. Я думаю, что в этом отношении мы должны проявлять особое послушание Духу Святому. Один служитель как-то делился на одном служении. Где-то этот случай был на Кавказе. Но он открыто говорил в Москве. Я помню, центральное московское общение. Он говорит, у них в церкви была одна сестра. Говорит, ну такая острая на язык. Это что-то, говорит. И однажды, говорит, она меня достала. Мы были во дворе дома молитвы. И она как-то съязвила. И надо мной так все как посмеялись. То есть она, говорит, уронила мой авторитет. Как ему показалось тогда. У меня все закипело внутри, говорит. И я, говорит, работал. Я думал, план такой. У меня, говорит, были хорошие отношения с пресс-витером. И я думал, мы с ним поговорим, с пресс-витером. Но минимум на замечание, а то мы ее отлучим, эту сестру. Все, хватит. Все, и у него все кипело. И я, говорит, вот с этими чувствами шел домой. Я пришел домой. Дети мои выбежали навстречу. Папа, папа. А я, бух. Они ничего не поняли. Жена, говорит, что такое? Он говорит, все нормально. Она, говорит, ну давай ужин готов. У меня нет аппетита. Ты что, не будешь кушать? Не буду. Ну, заходи. Я, говорит, в сенях. Он в сене там пошел где-то. Сундук у него там был, да. И жене, говорит, я буду здесь спать сегодня. Жена ничего не поймет. Что случилось? Вроде его не обижали. Что такое? Вот такой, ну весь, весь заводной такой. Она, говорит, хотел спать, но без молитвы. Как спать? Думал, помолюсь и пойду спать. Не идет молитва. Не идет молитва. Я, говорит, мучился. А Бог работал. Бог работал. Потом мысли Господь посылает. Мысли. В общем, сокрушил Господь это сердце. И он думает, что же я натворил. Вот эта сестра вдова. Я пришел домой. У меня дома тепло, ужин. Она пришла в холодную квартиру. Она воспитывает сиротку. А мои дети имеют отца и мать. И знаете, ему так стало стыдно за свои эти мысли. За такое осуждение. За отсутствие снисхождения. И вот единственное его желание теперь встретиться с этой сестрой. И вот за свои эти неправильные мысли, чувства. За такой дух небожий. Попросить у нее прощения. Говорит, когда он дождался служения. И с этим сердцем он шел на собрание. И когда я взялся за ручку двери дома молитвы и открыл дверь. Говорит, первое, что я увидел, это была та сестра. Она бежала ко мне навстречу со слезами. И говорила, брат, прости меня, Христа ради. Я вот на том собрании тебя оскорбила. Прости меня, дух обличает. Говорит, это сделал Господь. В почтительности друг друга предупреждайте. Это дух Христов. Дух прощения. Дух мира. Дух любви. Дух снисхождения. Со всяким смиренно-мудрым и кротоски, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Старая сохранить единство Духа в союзе мира. Это достойно этого высокого звания. Знаете, братья и сестры, апостол Ян в своем первом послании во второй главе 20 стих пишет. Вы имеете помазание от святого. И вы знаете все. Мы знаем, где мы неправы. И Дух Святой нам это открывает. Когда мы ожесточаем свое сердце, Он перестает с нами говорить. Потому что не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Иногда некоторые люди, ну такие вещи творят. Мы говорим, а тебе Дух не обличают? Нет, я спокойно. И это меня так страшно пугает. Я думаю, если Дух Святой его уже не обличает, может это состояние Давида, он потом это созрел и молился и говорил, Духа твоего Святого не отними от меня. Не может Дух Святой не обличать человека, который нарушает Писание и который не поступает как достойно вот этого высокого звания. Мне хотелось бы, чтобы мы в этот вечер с вами поклонились Господу, поблагодарили Его за спасение, за дар вечной жизни, за это высокое положение. Может быть попросили прощения, что как-то, знаете, мы привыкаем к этому. Мы так привыкаем к этому, да? И кажется уже ничего особенного. Мы как-то забываем из какого болота нас Господь вытащил. И уже нету должного смирения и благоговения. Я вот смотрю иногда, может это игра слов, как некоторые люди слушают, как они молятся, они так, папочка, давай, там, не знаете, какое-то панибратство непонятное, да? Когда мы читаем про Авраама, Бог сказал когда-то, «Утаю ли я друга моего Авраама?» И что Авраам? Он не сказал, «Ну, коль я твой друг, давай мы сядем и договоримся тут за Содом и Гоморру». Нет! Святой Бог на такой статус поднял его, да? И как реагирует Авраам? Он говорит, «Я прах, я пепел». Судья всей земли, владыка. Вы знаете, он в глубочайшем смирении остается. Пусть Бог благословит нас, проникнуться этим, помолиться Господу. И пусть все увидят, что мы оцениваем вот это высокое положение. И давайте мы сегодня помолимся о том, чтобы ни у кого это не вызвало сомнения. Вот по-хорошему люди, глядя на нашу жизнь, должны сказать, «Откуда у вас эта сила?» Другими словами, кто ваш отец? Мы скажем, «Это Господь». Мы сами не можем. Мы сами не можем. У нас в Караганде была одна сестра, она работала в аэропорту на кассе. Ну, я как-то должен был лететь в Москву. И билетов нету, раньше часто так было, после регистрации. Ну и после регистрации объявляют там, и все стоят, две кассы, и все стоят возле этой кассы, человек у нас 20. И каждый хочет быть первым, вдруг всего один билет. Объявляю всем, хватит, не толкайтесь, но никто же в это не верит. И все думают, надо успеть, и там столько шуму, да. И знаете, две кассы надо быстро продавать. И с одной кассы, я стоял в кассе, где очень спокойно продавали билеты. А в той кассе, следующий, паспорта готовьте, открывайте заранее. Готовьте ровную сумму. Кому сказала? Быстро! И знаете, такое впечатление. И люди говорят, что это такое? Кто там сидит? А другая касса, люди уходят, и даже спрашивают, кто такая? Я говорю, не знаю, я говорю, вот знаете, счастливо, добрый путь. И вот мужчина, который передо мной стоял, где хорошая касса была, или кассира, он туда раз так, он говорит, вы кто? Я же не вижу там, кто сидит. Я слушаю, она говорит, я? Я, говорит, кассир? Нет, я не об этом. Вы кто? Она говорит, слышу, будет женщина. Он говорит, я вижу, говорит. Говорит, ну вы кто? Она говорит, вы о чем? Он говорит, ну вы слышите вот здесь? Ну. И она говорит, я христианка. И я это услышал. И знаете, мужчина так раз, так и вся толпа, там люди стоят, говорит. Что сказала? Он говорит, христианка. И люди, знаете, о-о-о-о. И я думал, какая же это была слава Отцу Небесному. Достойно звания. Называться и быть по сути, по содержанию. Это реально, это возможно. И он говорит, Бог дал нам это. Посмотрите, вы смотрите, обратите на это внимание. И Павел говорит, помните, кем вы были и кем вы стали. И поступайте достойно этого высокого звания. Чтобы Бог был прославлен. Давайте об этом помолимся. Аминь. Слушай и назидайся.